Всем привет, друзья! С вами Вадим2КХаус! Тут творится какая-то дичь! Полклеточные юниты! Чел лагает! Цветной ник будем делать? 250 рублей стоит. Да, 200 рублей. На месяц! 200 рублей на месяц, а навсегда 1200! На себе! Расценки такие у вас тут. Я виспов строю, я не знаю, я не успел. Что творится? Я построил только этот. Но я виспов построил. Из хорошего. Я армию построил. Я ауры построил. То есть мы играем в ЛТД, как вы поняли. В первом варике просили не забывать про ЛТД. И вот, тут какая-то новая версия. Совершенно новая версия. Здесь юниты полклетки на одну клетку. Это как-то раздражает. Юнитов тут X1000 как будто бы. Меня сгрызли, наверное. Тут чемпионов нет? Есть. Надо задать. Человек облажался. В общем, здесь очень много золота. Здесь юниты нестандартного размера. Можно включить сетку. И все перебаланшено. То есть этот чувак, он говорит, что он адский Волд ЛТД. Играл в ЛТД еще до того, как она появилась. Не знаю, там, это уже мои вольные трактовки. И его бесит какие-то имбалансные темы. Там, что Хейтс и Имба. Ну, Хейтс действительно Имба. Очень странная тема. И он решил сделать свою версию. Не знаю насчет Блэк Джека и женщин с пониженной ответственностью. Но, по крайней мере, здесь все по-другому. Посмотрим. Нашел нового юнита. Блэйд Мастер. Ну, как я нашел. Он ведь выпал просто. Да, здесь юниты... Ну, то есть мы играем в мод ПР. А как здесь строить вокруг Медицин Мэна, например? Если... Да. Если да. А, а эти юниты в полную клетку. Ёшкин кот. Да-да-да. То есть Игдач сказал, что в этой версии типа, ребята в полклетки. Я подумал, что, ну, типа, они в 4 раза меньше. Они в 2 раза меньше. Я такого в варике еще никогда нигде не видел. Но я так понимаю, что вначале надо инкомить очень сильно. Да? Ну, тут-то сложные волны, если что. Тут третья, четвертая, седьмая, восьмая очень сложные. Угу. Третья, четвертая. Тут лучше не перенкамливать. Ну, не знаю. Просто такое количество денег. Если ты построишь Испов, даже потом, если ты не будешь отбиваться, то, может, все будет окей. Юниты подтупливают. Конечно, после ЛТД-2, который сделан на другом движке, такие вещи будут раздражать. Но, с другой стороны, конечно, плюс варика, что здесь ЛТД буквально каждый второй делает. Куча версий. И, ну, какие-то более удачные, какие-то менее. Что-то мне как-то плохо. Тобелетка выпей. А, спасибо. Помогло. Прочел. Что, прочел? Мурлок у него что-то прочел. Я думал, Мурлоки не умеют читать. Так, сейчас. Да, да, я отбил себя. Но Испов строю ад. А как он Мурлок прочел? Ну, не знаю, грамотный Мурлок. У Сигдача просто миллион пиви. То есть, если чел ребалансил версию, значит, наверное... О, дреной какой-то. Значит, наверное, он усиливал тех, кто раньше был слабый. А кто вот раньше был слабый? Надо просто их строить. Пиви. Пиви, пиви. Пиви, 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 всегда чебуха. Подожди, а что, кому верить? Имейте английское описание, работает на боссов. Не это, русское описание не работает на боссов. Кому верить? Никому нельзя верить. Тут есть новый этот, Виндиго, который стампит. Я просто завис. Блин, надо же еще инкомить, у меня дерево копится. Ой, ладно. Тяжко. Так, третья волна, точно. Третья волна же не кабаны, не ренджи. Я что-то давний. Если еще видеть, теперь аура. Ребята, важная информация. Если бы у кого-то было 750 value, сейчас его бы тикнуло нахрен. А, ну да. Ничего себе. То есть, тут очень жестко решен вопрос с чистой экономикой. С чистой экономической стратегией. Блин, я сейчас узнал инфу. Которая до сих пор вообще, от которой я в шоке. Здесь вот рядом на Пхукете сдается вилла за 18 тысяч баксов в месяц. Причем, ну, четыре спальни, не какая-то там экстра огромная и так далее. И при этом на таких условиях на самый сезон в декабре человека выселяют. То есть, он не может жить в вилле, ну, для того, чтобы сдать еще за какие-то вообще космические деньги. Ну, то есть, вообще, жесть, ты платишь какие-то космические бабки, и тебя при этом еще на месяц выселяют. А иначе тебе надо еще икс полтора вообще платить, чтобы не выселяли. Что за обычный дом? Мне кажется, как-то многовато. У, а кто втек? Догадайся. Катапульта. А что тут премиум-то 6 юнит какой-то есть? Это что? Это донат. Донат. Донатные юниты, е-мое. Вот в чем цель. Получается, карты. Так, гидро есть. А, нет, нужно принять участие в разработке карт. А-а-а. Ну, мы опосредованно принимаем участие, типа мы записываем видос. Остреяли и вертолеты по единичке, да, нужны? Из-за вот. Да. А тут я не знаю, не понятно. Ну, кстати, да, в этой версии это все что угодно может быть. И еще в этой версии очень сильные чимпи. 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 Че-то у меня денег как-то мало, все плохо. Ну, я 7-5 сделал, конечно, может быть, перебор. Фиге-то. Это был бы сильный перебор. А я сейчас собираюсь протичь. Ну, я... А приори протичь, боюсь. Хотя 7-5, наверное, сейчас надо виспов просто достроить. Не влагает золото. Не влагает золото. Че-то, может, надо вначале строить? Потому что юниты выходят очень, ну, по чуть-чуть. Ну, видимо, чтоб карта не залагала. И, типа, ну, если ты много построишь в Элью, они выходят, ты их убил. Они выходят новые, ты их убил. Может, реально есть смысл в этом? Че, кто-нибудь нашел? Какую имхимбу? Ну да, я нашел. Какую? Писару имбу. Из грифона. Хейт там тачишь, да? Нет, химеры имба. А, ну, химерами я тоже, да. Химерами я тоже, и они вообще неплохие. Да, я 3 штуки пошел. А, ну, такая у нас вообще фейнбой. Миррор нот? А-а-а, maybe. Ну, я греб, я греб. Привет, у нас все гребли. Летний все. Нет, петляжер нашел он был. Кстати, я знаю. Ледяные драконы сильные очень. Какие драконы? Ледяные. Ледяные. Ну, это только тарары из петлотера, да? Офигеть вы, ребят, конечно, классные. А вы такие же, блин. Я не про вас. Я просто своих друзей. Я загинул 5 грейдов короля. Вы тоже, давай. Они с дракончика этих, эльфийского. Чувствую преддверие РМК. Чувствую игнор. Мы сдохли, что ли? Чувствую игнор тоже, да. Да, Миджабулу надо верить, алло. Мы в тебя не верили, ты куда пропал? А, я хотел дверь открывать. А чего вы меня не верили? Вадим, мы тебя с вашим, и ты молчишь. А, ну, нормально. У меня, кстати, инком копится. Надо короля только загрейдить. А где короля грейдить? А, в главном здании опять короля грейдить. Блин, вот если бы я делал свою отдельную версию ЛТД, там было бы не главное. Ну, я имею ввиду, что бесит, что ты строишь виспов. И... Да. А, Бадима бесит, что он строит виспов, шок. Не строй виспов, Бадим. Я бесит, что я не могу строить виспов, приходится делать грейды какие-то тупые. А у нас, кроме меня, кто-то короля... А, грейдит. Ладно. А сюда еще грейды короля, они выгодны, в отличие от ЛТД2. Да, этот, шифтом, давай. А, еще и плей, в отличие от ЛТД2. Блин, ну, конечно, Ирина крутая, что можно так прописать и не ждать его. Да, он и не построится. Все, мы шотаем? Не знаю. Ромашотаем, да. Ну, если Женя будет вместо регена качать атаку, мы начнем шотать. Всегда контроль, или дай мне контроль. А я что делаю? Ну, ты бей, контроль идет, значит, бейте рядом стоящих. А я что делаю? Ну, ты иногда переключаешься. А кто первый хилит? А, сужарка, наверное. На компьютер. Шотается? Шотается, отлично, все, можно больше не качать теперь регены, это хп-шка. На, ну, нормально, у нас, конечно, подкопится ресурсов, учитывая, что волна, наверное, раза в четыре дольше, чем должна была быть. Нормально, это что по плану, это мейнкомен просто все. Да. А, ну, с этой фигней, с киком, конечно, вообще весело. Всегда, а ты через шифт или как? А то он дергается, король. Ну, если на него кто-то нажимает, он дергается, да. Не, на него нет. И он дерганый сам по себе. Дерганный король. Да, тут же есть F. Тут можно вот молниями фигачить, а не, это, немножко станется. Ничего себе. Антистаг. Не, а бузить мы не будем, мы честные игроки. Да все, уже мы перерегенируем. Кто все так делают? Это честно. Кто так делает? Это помогает. Мне кажется, им лень будет. Против нас, получается, зомби-команда, да? Да, во главе с гладиатором молчащим. Чему во главе? Он не в главе. А где он, в ногах? А в ногах правды нет. Ну? А в гладиаторе есть? В гладиаторе не знаю. У нас, этот, демократия. Демократия. О, ничего себе. Ну, то есть, правят Димы. Да, у нас демократия. Через ты. Прикольно. Так, чё, надо хоть чё-то послать. А то здесь, этот, галочки авто нету. Ну, то я всё дерево трачу на грейды, на дерево. То есть, денег почти не получаю. Ты... Надо... О, я щас гидру построю. Ну и, в общем-то, да, всё. Подписчики не разочарованы. Питая волна. Это вообще кто? Я ничего не помню. Птички. О, то есть, в принципе, вот эти вот барышни мне пригодятся сейчас. Это не ошибка. Слушайте, хайприст очень дешёвый. Он раньше стоил... Это такое фиссура? Ты не помнит? Да. Где, у кого? Ну, фиссури, чё такое? Фиссури. Сейчас. Ну, фиссура, это же спор, этого шейкера в дочь. Сплэш? Окей. Нет, это не сплэш, он топает. Топот. Вокруг тебя, наверное. А, да, топот. Ну, лучше бы этот пост... Хотя пульверайз же есть какую-то, я не знаю. Ну, короче, пофиг. Я на пульверайз это у я вокруг. Слушайте, реально очень дешёвый приз. Он раньше стоил 135, плюс 170, по-моему, или 125, плюс 170. А сейчас он стоит 100, плюс 120. Можно было вообще всё приставить. Прист. Т4? Нет, самый обычный. А, наверное, Т4. Ну, слабый, короче. Окей. Гидру я построил, она какая-то вообще 300 атаки. Просьба всем, кто вводит сельскохозяйственную технику, выйти из чата. У гидрёнышей 236 атаки. У маленьких 3 штуки. То есть гидра какая-то вообще сильная. Хотя, может, тут просто все усилены. Я не знаю. У меня, короче, 10-8 делается. Наверное, это многовато, да? Наверное, да. Ты протёк. Ты седьмой не отобьёшь уже никак, если будешь дальше инкопить, скажем так. Думаешь? Она тут усиленная по сравнению с тем, что мы играли. А, смотрите, кик-вэлю было 1500, а у меня 1825. То есть я по грани прям... О! В следующей волне Вадима минус. По краю ходишь. Не, 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 сейчас всё будет нормально. А она кик-вэлю пишет уже после того, как кикает или это, типа, на следующую волну пищу пациенту? Следующая. А, то есть я уже, я уже прошёл. Частый, а. А, да, шестая волна, кик-вэлю 1500. Да, у меня ещё запас. Блин, полклеточные юниты рядом с одноклеточными. А Oracle, он многоклеточный или не многоклеточный? Т4, с Т4 начинается полноклетки. Многоклеточный. Нет, с Т5. СТ5. Ой, ну, с Т5, да. Я имею в виду, ну, и, да. А Oracle, вампиризм тут упакуется? Мейх, ты знаешь? Эээ, нет. Наверное. Не, так, нет или наверно? Так просто две разных пагонетки строить, и всё. Ну, я же спрашиваю, а... А кто-нибудь босса отбивал уже? Я на трой. О, а колемы другие. Ага. Круто. Чуть, мне часть големов уйдёт сейчас. Аааа. Покинули. Покинули, чат-чат. Чат-чат-чат. Байт удался. Фанаты пиклижара будут довольны. Сколько фанатов пиклижара, кстати? Пиклижара, что не совместно. Плюс, если ты фанат пиклижара. Ты на поезд-то сам гонки, как забоёт. В дискорде четыре отметилась. А вот уже четыре? Там можно выбрать роль, типа этот. Ирина Ботрев, фанат пиклижара, да? О, демасик, надо добыть. Какой эрой? Причём этот, сразу права админа у неё, да? Так, а следующая 1750 value kick. Не, ну чё-то пипец, эти големы какие-то сильные, вообще. Да вообще нет, я помню, ничего не потерял. Очень сильное, да. Корабли есть. Тебе пришёл в анимару, да, корабли не пришёл. В смысле, не у тебя, не мирор, вот кораблик. Ааа, жизнь. Я тут даже не смотрел, я смотрю ауру, я как бы всё остановился. Я смотрю грейд на дерево, и я больше ничего не вижу. А у тебя какой грейд на дерево? Девятый. Пятнадцатый? Ого. Вадим, кораблик после грейда, он призывает много вертолётиков. Ого. Так что он прикольный. Он это что ли становится, авианосец? Ну мне кажется, авианосец после того, как его затопили, не призывает. Нет, он не после затопления, он просто призывает. Что-то ауру взял, гладиатор, алё, какие кодои, блин. Я тут драконов на лайте, смотрю, мне кодои пришёл. Розовый, тут всё записывается. Так, у меня уже какой-то трейком есть, что-то, что-то как-то... Что, корабль что ли надо строить? Надо тролля строить в будущем для ауры. А, смотрите, тролль Т4, но он при этом одноклеточный. А тут тролль сразу ауру имеет? Сразу, да. А, его не надо качать. Каждая атака наносит небольшой урон на земном юнитах вблизи от основной цели. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну я почти всю свою армию дапал. Почти. Ты армию апаешь, я новую просто строю. Ну, у тебя же нету линии ветеранов? Чё? Чё? А у тебя есть линия ветеранов? У меня есть линия ветеранов. В Питере есть проспект ветеранов. Вот кораблик призывает. На линии Васильевского острова. Братолётик? Ветенары. Мне кажется, гидры реально сильные. Ах, кто катапульту заслал из острова Барак? Я случайно две отправил. Удачи вам. Катапульту это нормально, мы же катапульту дошлём. Случайности не случайны. Хотя я шлю драконов. Не знаю. Мне хватает драконов. А я построил юнита на отвод, но походу стало только хуже. То есть они стали из-за этого одного юнита всю мою армию полукругом окружать. То есть стало только хуже. Я его в итоге продал. Не, ну нормально. Я в принципе втекаю, там где-то на 20% полны. Здесь не пишут, конечно. Но учитывая 10-9, в принципе нормально, наверное. Или нет? Кстати, приехал Балик с вашей стороны тоже. От кого? От Минджабуля. Понятно. Да. Не удивительно. Бегемота засылаем. Бабалика приехали. И так всё плохо. Эридаров отправляем. Эридаров. А, давай здесь разоблённая версия. А, лол, реальные эридары какие-то есть. Ну ладно, кентар. Давайте сразу пятимся. Мы хотим убить друг друга то 10-й или поиграем подольше. Давайте поиграем. Надо посмотреть, что это карта вообще. Корабль мне хоть раз построили. Но сейчас не было на него денег объективно. То есть корабль какой-то не улучшенный, слабый. Лучше было гидру сделать. То есть не улучшенная гидра, она же получается была раньше слабой. И потом в каких-то версиях ей дали удар по области. Ну вот этот, по Сиджай. Он был более-менее нормальный. А здесь Сиджай опять никакой. А вот гидра какая-то вообще перекачанная немного. Может он в циферках ошибся. Или что? Чё, возможно. Ну я делаю здесь 10-й. Ферма строится быстро, если что. А, ну это хорошо. Я бы, если бы я делал версию ЛТД, я бы убрал к чертям собачьим эту ферму вообще. Только раздражает. Дерево хп добавляло, там 1350 было раньше. Чё-то такое. Остало 1750. Ой, капец, у меня уже дерево. Блин, фига, Женя на инкомил. Да и пиклижер тоже. Агрейды вроде одинаковые. У меня просто раньше не делал. Я пропускаю волну. На! Такая себе история, если честно. Почему пиклижера настолько больше вылью, чем у нас? Ну он не пропускает вообще. Ну он может там подважить. А, вообще из нас убивает точно. Тут не аналогично, кто-то один должен инкомить, а кто-то за этих инкомеров собирать деньги на волне. Ну и чтобы не сдохнуть, тоже хорошая тема отбивать за них. Дерево вроде неплохое. Кстати, у нее получается возвратка. Блин, у меня химеры танкуют. Ну береза, видимо. Да, да, да. Может липа? Что ты так сразу? Да настоящее дерево, вы че? Кстати, это волна уменьшенная. Уменьшенная, если вы не заметили. В смысле уменьшенная? В смысле уменьшенная? Но юнитов намного меньше выходит. А ты знаешь, сколько юнитов было? Он пересчитывал переписи населения ЛТД проводил. Блин, меня все равно убили. Хоть она уменьшенная. Переписи Калиды. Да это все Миджабулина-баллиста. Да какие баллисты есть? Баллисты? Есть драконы? Дина, алло. У вас что, там уже 6 тысяч дерева что ли? Я не понимаю. Так, ну, смотри, я негодую не только на противников, но и на союзников. Вадим, чем дольше не отбиваются, тем больше дерева. Алло, ну шли на стратегии на будущее. Я протеку, время затянуть, это вообще без проблем. Чем дольше мы отбиваемся, тем быстрее мы разошлем вам демонов. Это угроза? Я уже готовлю демона. Джабуля, блин, как кик? Че там, в ВК? О! О! Что здесь? I don't care, I don't care. Отдай ему... Отдай ему... Ну нужна эта, активная позиция, по-моему, киками Джабуля. Так, а че, еще волна идет? А, у вас там короля кружили, лол? Ну потому что Миджабуля засылает нам этот... Да Миджабуля, алло, все, сколько больше... Да не шлю я уже. Вот видите, только кнутом получается с людьми общаться вообще там. Мы на 10-й сольем сейчас. Да вы и на 10-й сольете, алло. На 10-й вам всегда жить надо. Ну альхилов осталось, да вы стройте юнитов-то, блин. Почему-то король перед ударом чуть-чуть тормозит. Опять один раунд, да? Вадим, ярцовку повысь, может, не будет? Вряд ли моя гирзовка влияет на происходящее. Адриней что делает? Мана щит у него какой-то. Науткаст полуклеточный, это, конечно, мое почтение. Так, Вандерера можно построить, потому что он улучшается в минус арморщика. А сколько боссов? 20. А какого дракона из драконьего этого строить? Черного, черного. Он сам черного? Угу. Всегда чемпиона вызвал, алло. Не хватает дерева, не хватает дерева. И так все плохо. Ну, блин. Если добавить, а все норм? Принижнем сейчас. Давайте, да, давайте на десятую, не будем с нами. Мало ли. А, блин, я уже сам отправил. А, не, не отправил я на прошлое. Давайте не слать. А, чест училась? Да, он мотал боссов. Жуглади Миджабулю косплеит. А-а-а. Так, Глади первый начал. Ну, этот, не надо слать болезнь, народ. А чем ты его хикаешь? Да, ну вот после этого Миджабулю перестал слать болезнь, и может тоже поможет. Такой не шлет он босса вызвал. И болезнь. И болезнь. И болезнь. И болезнь. Он себе босса, а нам болезнь. Так он, ну, раньше всех начал слать всякую фигню. Может он не знает наших правил, но после ВК сразу быстро. Этот, быстрый курс обучения. Не шлем на десятую, ребят. Я сейчас, ну, можно короля погрейдить, например. Так прям. Я отбился. Надо было босса вызывать, что-то легко. Не хватает дерева. А юнка с замедлением тут есть, а что-то ни одного не видел. Да, есть. Пенек и... Пенек и... Мамонты как? А у Виндиго Аура обычная или розочкой? У него... В смысле? Ну, в Виндиго. Ну, Виндиго Аура появилась. Белый такой, жирный. Который с воротами? Да. Да. А, так может это не Аура все-таки? Может это просто у ворота, так называют? Хауль у него там. Который снижает то ли атаку и армор, по-моему. Типа это просто армор. Да. Просто называется агилити. Типа ловкость. Ловко... А, ну я вообще смотрю на неулучшенного, потому что я аж пока не вижу, он только зашел. Аааа. А вот мне дерево пришло, может оно замедляет. Сейчас посмотрим, построим. У меня 13-ый грейд делается. Да, Дима, это дерево замедляет, да? Ну, вы спрашивали, есть ли? Ну, сказали же, ребят. Я не слышал. Я искал ответ, пока вы разговаривали. А чё, бронзовый, красный, вот этот, зеленый дракон, а не так себе? Ну, самый лучший черный. Он самый сильный, и все так уходит. Тебе враг подсказывает, учти это. Мне так сказали. Блин, у меня на Виндига нет, а в итоге делаем. Ладно, пока без Виндига. Тут, 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 ферма. Как она быстро играется? Мелая нормально, здорово. Даркенеру тебя, да. А у меня девось. Какой чудо, да, ты вместе. Мы вместе посыпемся в смысле, как команда, проиграем или? А, Демон Хантре, я помню какую-то. Ну, чел писал, что мы играли. Даркенеру я качать. Или даны где-то здесь. Он случайно дракончик под правой, не знаю как. Это получилось. Да, ладно, один не страшно. Я помню, помню, что вот Иллиданы были, из-за них мало денег. По тридцатке. Сразу чё запомнил, что малоинкома можно построить после десятой из-за того, что... Не, ну вроде нормально. Не, ну я скорее всего в теклу, но не сильно. У меня пять сто всего, меньше всего в Элью. Не, я добился. Блин, ну у меня два просто, три, три убитых идет, один ополовиненный, но остальные нормальные. Так, сейчас дуэль, то есть можно отправлять что-то сильное, если что. Они же слабые. Стоп. Тут добавили... А, эритар какой-то. Чё-то фиолетовый не отбивается, хотя у него в Элью больше, чем у меня. Непонятно. Писали в комментах, что людям нравится первый ЛТД, потому что мы там что-то интересное обсуждаем. Чего можем интересно обсудить? Второй ЛТД? ЛТД. ЛТД. Ну давайте такую тему. Ну вообще, не кисти. Кто бы что изменил, вот если бы кто-то сам делал свою версию ЛТД, чё бы он там поменял? Убрал команду ВК. А одноклассники тебе как? Ну? А чё, архидруид нормальный? Не очень умнее. Он дорогой. А, строиться надо. Ну, да, есть такое, да. Чё раньше-то не сказали? Забыли. А, сейчас дуэль! А я зачем-то построился. И две минуты назад сказал, что сейчас дуэль можно засылать. Я уже забыл. Ну ладно, тогда вот этого улучшим. Уж. Просто я бы мог этот, у меня 14 грейда всего. Я бы мог 15 сделать, без того, чтобы всякой фигней страдать. Чё-то я чувствую некий недостаток вэлью у меня. А я не успел, мы не успели, да. Только дальше 11 грейда, по-моему, не надо делать. Почему? Не выгодно же, не окупается. Тебя же, insert учил. Так он в другой версии, джаверсия. А какая разница? Ну, добыча-то одна. Insert-то разный. Блин, нам демона зафокусили. А, не, он живёт. Вот у другого рядом с демоном зафокусили. Это карта нас зафокусили, а не демона. Да, вроде нормально. Они немного на возвышенности. Но это не поможет. У них как-то много. У них как-то надряд и... И сиськи у нас хорошие. Тоже верно. Сиськи это вообще хорошие, да. Особенно, когда их три. Ой, это вообще самый сок. Вы не вспомнили все? У нас их четыре. У вас пять. Да, всё нормально. Пять. Ну, типа один обычный и второй. А, да, да, вижу пять. Вижу пять. Молодец. Я не разглядел просто. Ну, я... Если бы это было реально, и тебе бы самому бы их пришлось бы и замыливать. А сколько денег дали? У них тут 11, а сильно? 600, по-моему, дали. 600? Ну, такая. А не меньше, чем у меня. Это в смысле. Вортификация. Ну, 500, наверное, логично было бы. Ну, либо 500, я не обратил внимание. Что все чемпионов вызывают. Но я, пожалуй... У Миджабули 8 900. С ума сойти, у меня 5 900. Да. Ну, да, наверное, уже после 10-14, наверное, не надо, потому что каждый грейд на единичку увеличивает добычу. Прямо надо очень долго играть, чтобы это все дело окупилось. Но, с другой стороны, если я сейчас буду отбиваться, то, наверное, это плюсово. А если я из-за того, что из-за этих грейдов буду течь, то, конечно, не очень. Не хватает. Перебор. Не, а чё, чё ещё можно поменять в ЛТД, чтобы она стала лучше. Движок. Движок, чтобы ее не тупили. А, драконы одинаковые. У них просто тип атаки другой. Прикольно. Нет, там типа обилки разные. Да вроде нет. Мы не настолько хорошо исследовали ЛТД, чтобы... Ну, сколько мы в нее играли? Выдывать. Ну, вот мне кажется, ферма. Ну, то есть ферма не дает никакой... Никакого бонуса, ничего, никакого плюса. Просто бесит. Хавает деньги и время. Ну... Герой. Бесит, да. Да. Я втёк. Не втёк. Ты вложился в инком. Ну, это одно и то же. Нет, с другой стороны, с другой стороны. У меня-то больше в дерево заберется. Да-да. Пока... Ну, то есть волна затягивается где-то раза в два. Получается, я переиграю. Тебе мы придумали оправдание. А вот справа, кто не отбил слово, там какое оправдание. Так он, чтобы я дружу собрал. Он работает на команду. Я вообще не уверен, что он тут. Я же синхрон выписал, а он лагает постоянно. Мне кажется, он две трети времени в лагах проводит. Ему я тоже придумал, а там кикнут все эти грейды. Вадима потом кикнутся, и все эти грейды на дерево нам распределятся. Да нет, у меня с запасом кикнутся, а у меня пять девятьсот. Нормально. Так, надо еще что-то построить. Какая ферма? Первая моя ферма. Так, двенадцатая волна. Двенадцатая волна – это наги. А катапульты тут есть, интересно, сильные? Там же вот в Хелл Халте есть и мушеток. Нет, их нет. То есть катапульты – отстой? Да. Блин, у меня никак не хватает денег улучшить этого вертолета. Ну, надеюсь, когда-нибудь хватит. Не, ну в ЛТД, мне кажется, нужен еще ребаланс, потому что есть, очевидно, сильные юниты. Я не знаю, какие из них. Ну, вот Химеры, например, сильные. Почти во всех версиях Химеры сильные. Редко вижу, что их строят, кстати. Ну, может, поэтому их не балансят, я не знаю. Потому что, ну, дракончики-то они не очень, а вот Химеры. Мощные. Ну, мелочь, да. Ну, получается, наверное, проблема современных ЛТД в том, что они же сделаны из Х1-версии, сделаны Х10. И, то есть, раньше у тебя было 100 голды в начале, в самых-самых первых ЛТД, у тебя было 100 голды, и ты, ну, хочешь, не хочешь, ты строишь мелких юнитов. А потом логически переходишь к более сильным. А сейчас получается, что ты почти сразу начинаешь строить, там, Т4, Т5, Т6. Под это дело надо как-то исправлять, что ли. Не знаю, скелеты, те же лучницы, сильные, я довольна. Ну, да, некоторые ОЕшники, да. Ну, опять-таки, под то, что раньше было мало юнитов, поэтому мультисшот не был такой мощный. А черри-то уже можно отправлять? Ну, я думаю, можно. Так, дракон. Это Фрост Дрэгон, вы имеете в виду, сильный? Или кто? Фрост, да, сильный. А, ну, Фрост, наверное, тоже нет. А, ну, типа он. Но это не те драконы, при которых, да? Ну, не те, да. Нет, да. А баллисты, катапульты тут сильные, которые Мидвагоны? Ну, говорят, что нет. Так, чё, я глядю дико построил, посмотрим, чё он там орёт. Ну, денег опять нету. Ладно. Ну, у меня уже инком почти тысяча. Ну, сейчас вот для красивого числа. Оп. Сейчас будет тысяч инкома. Это сколько? 10-15? 10-14. Нет, как сказали, что дальше нет делать, я как-то это перестал делать. Я послышал Димасика. Я на 10-11 вообще остановился. Возможно, я не прав. Из секты свидетелей инсерта. Но, опять-таки, если никто не течёт, то, конечно, да, нет смысла. Когда кто-то течёт, волны удлиняются процентов на 50-60. И тогда, ну, соответственно, сильно больше копится. Наверное, сейчас вот то, что я теку там на 10-15 юнитов, за которых там 13 голды даётся. Ну, то есть это как бы 130 голды вообще ни о чём. А чисто с инкома я уже получаю больше. Но, с другой стороны, если бы мы, конечно, играли в жёсткие пробивы, то тогда, конечно, слова инсерта имеют смысл. Потому что, ну, просто не достроил тебя, взяли, пробили, ты проиграл на пятой волне. Но учитывая, что у нас такой френдли ЛТД. Ну, я отбился, но фиолетовый не подводит, благо. А, нет, я не отбился, ладно. Я тоже не подвожу. Так, сейчас кик в луе 8000, у меня уже запас вообще прекрасный. Ну, то есть, когда-нибудь возможно, я догоню Миджабулю. Ну, это, правда, очень, очень долго надо стараться. А я думаю, играл за больше того времени. Да, да. Не, ну, на 20-й, наверное, может, догоню. То есть, во-первых, у меня больше инкома. Во-вторых, у меня больше добыча дерева. То есть, когда-нибудь. Где-нибудь. Но, с другой стороны, Миджабулю-то бустанулся в том числе, потому что он за мной добивал. То есть, я, как бы, я не тёк, я инвестировал в Миджабулю. Хм-хм-хм. Ерма. Почему-то капитан полную, ну, полную клетку занимает, а нага вот нет. Нага слабенькая. Интересно, а броулеры же сильные? Я просто помню какую-то... Чё-то броулеры какие-то вообще, ну, неадекватные. По статам. Я помню какую-то версию, мы в неё много играли в последнее время. Там бравлеры вообще одни из самых сильных. Юнитов, как по мне. Постройка завершена, постройка завершена. Ну, вот так вот. Ну, есть у них здесь 3000 хп. Ну, плюс ещё они вот периодически врубают эту свою штуку. А, я забыл. Ладно, пофиг. Кик-вэлью 3500. Рекомендуемый 13000. Я ни туда, ни сюда не подхожу. Мы че прокачали, нет, оттроил? Или бедарк? Нет, не качали. Вот точно ещё presence же надо качать. Ой, я случайно хермит отправил, сорян. О, нет. Мы теперь точно проиграем. Что за скорость пилотоке у них? Тинькофф битвы. Чё у них творится так и к это слишком дикое. Чё, Тинькофф битвы? Это новый сервис какой-то? Нет, посмотри, у этих деревьев моё. Боих скорость атаки посмотреть. Их как скил просто под вампиризмом. Был бы хороший переход к рекламе, да? Тинькофф битвы. Новый сервис. Позвоните нам. Мы вас отрекламируем. Меня Тинькофф сами-то не закупают рекламу. Они всё через последний, наверное. Хотя, вот, если честно, для меня это странно. Я бы на месте крупных компаний всё-таки брал бы, может, своих спецов. Чё тебе переплачивают там какие-то 20-30% кому-то? Если ты можешь нанять... Ну, если у тебя там бюджеты больше, мне кажется, там, не знаю, 10 миллионов рублей в месяц, то точно уж имеет смысл. Тинькофф явно там бюджетную рекламу нормальную. Наверное. Хотя, конечно, сложно сейчас вообще рекламировать Тинькофф. Ну, сколько людей, которые не знают про него или там Сбербанка, слышно? Кто-то такой, о, ничего себе, новый банк, надо попробовать. Так они, не в этом же суть рекламы-то. В том, что там есть какие-то бонусы специальные. Ну, да, то есть, типа, через какой-то новый сервис. Но меня ещё бесит вот у крупных банков и, ну, и вообще у крупных сервисов. То есть, у них какая-нибудь там тема, ну, например, там, не знаю, World of Tanks, типа, новое обновление для Xbox. И они в рекламе чисто рекламируют вот эту тему. А можно было бы просто сказать, там, не знаю, одно предложение про версию для компов, например. Тем более, сколько человек играет там с Xbox в танке, а сколько человек с компа. Мне кажется, с компа чуточку побольше. Ну, и можно было бы также во всех рекламах им говорить, типа, там, про мобильную тоже версию, мне кажется. Ну, типа, вот эти вот, World of Tanks Blitz тоже говорить что-то. Сейчас челы насмотрятся твоих видео, наслушаются советов, будут делать. Всем лень, мне кажется. Так. Да, уже не Wargaming, уже Леста. Извините. Так, а Маврики? Маврики были сильные, значит, по логике в этой версии их должны были ослабить, да, или как? Он писал, что Маврики, типа, ой, да, Маврики ослаблены. Не знаю, насколько они сильно ослаблены. А, Гризли? Вот, Гризли, считаю. То есть, они как бы всегда были, ну, такие нормальные, но... Которые медведи против 17-ми, у них защита теперь без защиты. Была раньше фортифай, лапнутых. Интересно. Ну, то есть, типа, их дебафнули. Постройка завершена. И да, и нет, против 17-го они лучше стали. В целом, хуже. А-а-а, ну, чисто ксим на... Блин, я пока соображал. Да. Ну да, действительно, то есть на 17-й они прям имба. На 17-й и на 28-й. 28-я одежда, амбициозно. Ну, вот у меня у них плюс 15 армора. Я не знаю, откуда это складывается. Да, они кричат. А, ну, Battle Cry, наверное. Да, но это же в Заваре есть у медведей крик. Сама баф такой. Но вообще, это мне не очень понятный баф. То есть, выходит юнит и кидает на себя, только на себя баф. И этот баф действует столько же, сколько кд. То есть, когда он заканчивается, он снова кричит и вешает этот баф. То есть, в целом, можно было просто, наверное, цифры добавить. Нет, есть юниты, которые ману выжигают. Диспэр, может быть, да. Ну, может быть, типа, но выжигать по нумиду. Ну, нет, может быть, есть такие темы, но мне кажется, что... Можно поинтереснее механики придумать, чем просто бафкать. Я отбился. Найс. Фиолетовый? А, фиолетовый красавчик. Он еще и этот. И Миджабулин напихал в спину. Нормально. А за него уже денег не дают, наверное, или как? Да. А, еще в центре плюс четыре армора. Раньше же всегда было во всех версиях плюс три или нет? Не знаю. Такой значок... Я... К разговору о моей внимательности я только сейчас заметил значок дискорда. Не хватает... Интересно. И они... А, то есть их у розочки можно больше строить, типа, да? Ну, то есть... Женя, а какие драконы-то лучше? Черные, видимо, по итогу. Хрен его знает. Так, ну, где квартиры, наверное, не нужны? Ну, я пошел. А, не так. Блин, я не так построился. Ну, ну, и ладно. В целом. Ну, я очень много танкинга построил, и в целом очень много защиты к... 17-й. Единственная проблема в том, что... О, тихо! О, тихо! Лол... Эф. Да. У нее меньше четырех тысяч волью было, серьезно? Да, 12 тысяч. У нас четыре написано. Нам написано четыре, да. А я и смотрю, там, Димаса, верим, пишите, девятых пятьдесят, что-то такое, я думаю, что, или там, 3950... Нет, 12 тысяч. Ой, чё-то я сильно отыгрываю. Для каждого, что ли, это? Киквалуя. Да нет. Скорее всего, у вас порядка у второй команды. Нет, у меня отнижают. Четыре тысячи, вроде как. Да-да-да, четыре тысячи показывала. Просто Вадима жестче кошмарит, чтобы не инкумил. Ну, и телик тоже. Блин, а мы что-то закошмарились тут. Я не забыл провязать. Ну, это 16-е. Типикал. Блин, а мы сейчас дарк, ройл или дарк? Принусно, зачем? Я отбился. А, ну, хотя мы не сильно протекли. Блин. Бонардарк. Давай, рояль. Давайте. Не хватает дерева. Это мы не то, чтобы протекли, у нас в углу глади отбился. Я не думаю, что это он. В этом и суть. Тогда стараться строил. Я зевцов не достроил немножко. Надо было зевцов, наверное, потапать. А я начинал строиться к 17-й. В этом мой косяк. А, он работает? Тонкер. Ну, да. Блин, мы сейчас сольем, походу. Если мы презенс не докачаем, то мы сольем. Хорошо, что пчелика кикнула. Если пчелика не кикнула, мы бы сдохли. Бабак туда. Получается, да. Автокик, короче, хорошая тема. А если бы тебя кикнула вадим? Ну, я бы смотрел на число и старался бы это. Ну, просто всегда, какой человек такой, да я отобьюсь. Ну, и как-то неловко говорить, что а, ливай, ну, бас, там что-то такое. Так, все, презенс. А, в один ты. В мое сердце. Чего? Нормально? Ничего. Да не фокусивай, как-то меньше бьет. Уберли. Блин, мигарчик. Купец. Эх. Нормально, нормально. Да, нормально. Да я этот онком заслал, мне стоит, надо было короля грейдить. Ну, что-то все настолько было просто, все отбивались, тут взял, всегда чештек. Непонятно как. Я не провязал этих мутантов, опять мы втел. А, ну, красавчик. Отвлекли меня своими разговорами. Ох, так ты молчал все время, в смысле? Ну, я слушал и отвлекли же вроде. Так выключил бы этот звук, сидел бы, потел, мол, че-че, если ты не можешь... Ну, ну, пипец вообще. Я вон даже значок дискорда заметил. А ты тут... А ты тут... Да, неприятно. Ну, блин, жестко получается. Мы в какой-то версии проигрывали на 15-й волне, я помню. Здесь мы 15-ю легко отбились, а вот с 16-й реально трабла. Ну, реально, наверное, если бы я свое тысячу дерева... Ну, хотя не, а че, тысячу дерева вложил бы я в короля, вряд ли это что-то прям бы изменило. Кардинально. Тут еще такие дебафы по деньгам, я не знаю, это во всех версиях ЛТД или только в этой, что за презенс тебе 15 только дается. Не, это везде так. Она дешевая очень. Должны давать 25, типа, по-нормальному, а дается 15. Ну, нажимать на эту кнопку, это прям вообще неприятно. Не, ну, в целом прикольно, необычно, что юниты в полклетку. Ну, это реально, каждый раз, когда я выбираю такого юнита строить, у меня мозг немного ломается. Каждый раз. Потому что, ну, есть карты, где юниты меньше в 4 раза, или здания меньше в 4 раза. Ну, я первый раз вижу, ну, прямоугольные здания, я такое вижу реально в первый раз. Ну, в целом нормально, но мало чего понятно. Ладно, друзья, в любом случае, даже если вам не хватило ЛТД, то оно будет в эту же субботу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok